Здравствуйте! В эфире итоговый информационный выпуск «Иселяк Парад» и в начале коротко о главном. Меморандум о социальной ответственности аграриев перед населением разработали в регионе. Какие обязанности теперь будут у сельхозтоваропроизводителей перед населением, расскажем в выпуске. 4 февраля – Всемирный день борьбы против рака. О том, как врачи в Североказахстанской области помогают онкобольным бороться со смертельной болезнью, узнаете через несколько минут. Животный мир Северного региона очень богатый и невероятно красивый. Как диких зверей спасают от голода в зимнее время, узнавали наши корреспонденты. В Пекине стартовали зимние Олимпийские игры. Церемония открытия проходит на национальном стадионе, известном как «Птичье гнездо». Именно там открывали летние игры в 2008-м. Тогда стадион вместил 15 тысяч артистов. В этот раз шоу будет скромнее. Из-за коронавирусных ограничений число участников сократили в пять раз. Знаменосцами казахстанской сборной будут опытные спортсмены, шорт-третист Абзал Ашгалиев и конькобежка Екатерина Айдова. Премьер-министр Алихан Смаилов провел переговоры с вице-президентом по вопросам добычи компании «Шеврон» Джеймсом Джонсоном. Обсуждены вопросы реализации проекта будущего расширения и увеличения мощности Каспийского трубопроводного консорциума. «Шеврон» является крупнейшим иностранным инвестором в Казахстане. В 2021 году объем добычи сырой нефти составил 26,55 млн тонн. В текущем году планируется добыть нефть в объеме 28,73 млн тонн. Завершение проекта будущего расширения в конце 2023 года позволит увеличить объем добычи на 12 млн тонн в год. Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдад Мусин призвал население сообщать властям о действии майнеров. Они наносят огромный ущерб энергетической системе страны, считает Мусин. В настоящее время объем энергии на нелегальный майнинг превышает 1 гигаватт. «Мы должны не только пресекать их действия, но и получать с них налоги», – сказал министр. Багдад Мусин также отметил, что у подпольных майнеров есть возможность работать без нарушения закона. Руководители бизнеса не очень заинтересованы в повышении заработной платы. Однако в соответствии с действующими международными стандартами, наши компании должны вести требования, касающиеся социальной политики и корпоративного управления. Об этом заявил спитер Сената на очередном заседании Клуба молодых экспертов. В ходе встречи Маулен Ашимбаев подробно рассказал о январских событиях и подчеркнул, что важно сделать правильные выводы из произошедшего. Меморандум о социальной ответственности аграриев перед населением разработали в Североказахстанской области. Для каждого он будет индивидуальный, ведь на сегодня населенные пункты развиваются по-разному. Где-то есть необходимые удобства, а где-то нет банальных игровых площадок для детей. С этого года местные власти решили это изменить. Какие обязанности теперь будут у сельхозтоваропроизводителей перед населением, расскажет Илья Кудряков. Каждый аграрий обязан заботиться о селе, в котором развивает свой бизнес, заботиться о местном населении и прислушиваться к его мнению. Но зачастую многие нерадивые сельхозтоваропроизводители попросту игнорируют работу по благоустройству населенного пункта. Это, кстати, может и вовсе привести к тому, что молодежь попросту уедет и село станет неперспективным. У нас масса примеров, к сожалению, когда руководители этого не соблюдают. Вы это видите. Масса сел, которые пришли в негодность, когда практически отвернулись от людей, и посещаешь или проезжаешь мимо этих сел, ну, сердце кровью обливается. Поэтому нужно все это привести в порядок. Привести в порядок. Социальная ответственность сельхозпредприятий перед людьми, которые живут на этих территориях, очень высокой должна быть. Помощь государству в развитии сел, конечно, ощущается, но она не безгранична. Именно поэтому каждый аграрий должен помогать в благоустройстве и процветании населенного пункта. Основной учредитель ТО каждый год должен проводить собрания, посвященные утверждению годовой финансовой отчетности, где должны присутствовать все заинтересованные лица. Такая норма прописана в законе, но по факту она не работает. Многие аграрии их не проводят, а если и проводят, то спустив рукава. Никакой ответственности за это не предусмотрено. В этом году такие встречи решили взять под контроль. На таких встречах должны обсуждаться планы по развитию села. По развитию села. В обязательном порядке. Это мое мнение. Поскольку предприятия, которые работают на землях, они должны нести ответственность за развитие сельских территорий, то есть за развитие села совместно с государством. Взялся за работу в предприятии, то есть взял землю, соответственно неси ответственность за жизни и судьбы людей. Конечно, есть примеры и для подражания. ТО Полтавское без какого-либо меморандума всячески поддерживает и помогает жителям сельского округа. Заводят уголь и дрова, вкладываются в строительство социально значимых объектов. В 2019 году за счет ТО построен фельдшерско-акушерский пункт, проведен капитальный ремонт общественной бани. Функционирует она совершенно бесплатно. Кроме этого, обеспечивают жителей грубыми кормами и фуражом, строят дома для своих сотрудников и переселенцев. За счет средств хозяев в доме проведена вода и установлена канализация, приобретена мебель, построена подсобные помещения, сарай, установлено ограждение. ТО Полтавское большое внимание уделяет социально-экономическому развитию Полтавского сельского округа. В 2021 году выделили средства на общую сумму 314 миллионов в 697 тысяч тенге. Большое внимание уделяется вопросам миграции населения. В сельский округ приезжают семьи из других областей и соседних районов. Все трудоспособные члены семьи трудоустроены. Меморандумы социальной ответственности и отчетные встречи с населением дадут мощный толчок к развитию сел области, уверен Кумар Аксакалов. После небольшого отчета заслушали просьбы и пожелания населения. В Полтавском сельском округе живет много детей. Большинство из них любят заниматься спортом. Но вот тренеров здесь не хватает. Хочется отметить, что у нас уже как генерал Немитаревич сказал, строится здание имени центра. Это очень приятно, потому что у нас ребятишки рождаются, подрастают. Ну что еще? У нас в РИДК очень хороший сейчас спортивный зал есть. И хотелось бы, чтобы в этом зале был спорт инструктор. Потому что ходят наши дети, внуки, и чтобы это как бы финансировалась оплата для этого инструктора. Также наши ребятишки очень хотят заниматься танцами. Но у нас нет хореографов. Тоже хотелось бы, чтобы у нас был хореограф и оплачивалась его работа. Вот такие просьбы. Я думаю, что у руководителя предприятия как раз таки в этом меморандуме можно и прописать, что я обязуюсь в течение года найти хореографа. Почему бы нет? Правильно же? Какая была бы радость большая для детей? Подписываешь? Да, конечно, поддерживаю. Заключенные меморандумы должны находиться всегда в местах массового скопления людей, чтобы каждый мог видеть, что именно должно измениться в этом году в их населенном пункте. Кумар Аксакалов поручил в течение февраля провести такие встречи во всех районах области. Илья Кудряков-Вадиль Нуржанов, Служба новостей. 29 января на Республиканском телеканале вышло эксклюзивное интервью президента страны Касым Жумар-Татокаева. В нем он ответил на ряд вопросов, связанных с январскими событиями и обозначил курс дальнейшего развития страны. Сегодня его беседу с журналистами обсудили общественные деятели Североказахстанской области. Подробности далее. Масштабные реформы, создание Народного фонда для помощи казахстанцам, смена правительства и ряд других изменений произошли в Казахстане в январе 2022 года. В своем интервью Касым Жумар-Тукаев попросил придерживаться активной гражданской позиции. Интеллигенция и общественные деятели должны проявлять большую активность, ведь они, так же, как и депутаты, являются связующим звеном между властью и населением. С этой точкой зрения наши общественники полностью согласны. Интеллигенция, люди, общественные деятели, лидеры общественного мнения, чтобы эти люди почаще участвовали в общественных слушаниях. Также нужно говорить о том, что партия Нур-Утан должна пройти ребрендинг. Очень большие задачи должна решить партия. Сегодня, на сегодняшний момент я вижу только одну партию, которая может повести вперед и партия, которая сейчас действительно является партией власти. Это партия Нур-Утан. После реорганизации ребрендинга этой партии, я думаю, члены партии и общественность, мы найдем общий компромисс, мы найдем общие точки зрения и многие вопросы социального плана, они будут решены. Еще один момент, который отметил в своем интервью Касым Жумар Токаев, мы проиграли информационную войну. В связи с январскими событиями в социальных сетях появилось множество фейковой информации и из-за низкой политической образованности населения, подчеркнул Токаев, это сыграло на руку бандитам. Гульбахшам Усабаева считает, что ответственность за воспитание подрастающего поколения лежит на плечах родителей, а не интернета. Я как мама обязана воспитать своего ребенка. Не учительница в школе, понимаете, не интернет. Мама должна воспитывать дочерей, отец должен воспитывать сыновей, не интернет. Поэтому сейчас очень много нравственных изменений должно быть в ценностях нас, как родителей, как отцов, матерей, дедов, бабушек, потому что если мы сейчас потеряем какое-то время, мы потеряем детей. Потому что информационная война это уже не на 5 лет, не на 10 лет, возможно, на очень длительное время. И мы должны всегда пережать. В обсуждении выступления Тукаева участие приняли общественные деятели, историки, ветераны и североказахстанская молодежь. Илья Кудряков, Адиль Нуржанов, Служба новостей. По информации областного управления здравоохранения за прошедшие сутки в области коронавирусная инфекция выявлена у 351 человека. Из них в Акаинском районе 25 человек, в Мамлюцком 24, в Айртаусском районе 23, в Жамбылском 21, в Шалакына 20, в остальных менее 20. Самый высокий показатель зарегистрирован в Петропавловске. КВИ выявлен у 141 человека. С начала пандемии в области коронавирусом заразились 40,620 человек. Количество вылечившихся составляет 36,948. 467 человек умерло. В настоящее время инфекционные стационары загружены на 32%. Здесь проходят лечения 450 жителей региона. 4 февраля Всемирный день борьбы против рака. Эта дата имеет особое значение в сфере здравоохранения. В патологии данного заболевания отдельное место занимает рак кожи. Как отмечает врач-онколог Майя Токсанова, болезнь подается лечению. Самое главное вовремя ее выявить. Рак кожи это визуальная локализация. Потому профилактика заболевания проходит через личный осмотр пациента. В ходе диагностики онколог проверяет образование на коже. Если у специалиста есть подозрение на онкологическое заболевание, то он направляет пациента в областной онкологический центр. Всего на учете с раком кожи состоит 986 североказахстанцев. Стоит сказать, что в 2021 году на учет взято 178 человек. большое значение в диагностике ранней диагностики рака кожи играет дерматоскопия. То есть это специальный такой способ диагностики оптический, который как раз таки нам говорит о том, что есть ли здесь изменения, есть ли здесь ранние изменения. Поэтому благодаря этому доступному методу можно бы рано выявить меланому, то есть очень агрессивную опухоль на ранней стадии выставляется меланома инситу, то есть рак в зачатке, что повышает прогноз на выживание на 100%. 4 февраля Всемирный день борьбы против рака. На сегодняшний день одним из распространенных видов онкологических заболеваний считается рак костного мозга. Трансплантация стволовых клеток в некоторых случаях является единственным шансом на спасение больных. В казахстанском регистре потенциальных доноров насчитывается около 6 тысяч добровольцев. Пополнить их число можно обратившись в областной центр крови. После заполнения анкеты необходимо подписать и лист информационного согласия, в котором будут подробно описаны все этапы донорства. Чтобы попасть в регистр, нужно сдать 6-9 мл крови для определения вашего фенотипа. Результат позволит определить совместимость донора и нуждающегося в помощи. В течение 48 часов пробирки обычно доставляются в центр трансфузиологии и там уже в Ашля-лаборатории эти пробирки типируют. Желающие вступить в регистр доноров целых клеток в основном доноры крови, потому что тема именно донорства костного мозга не так широко, наверное, даже по Казахстану у нас распространена, поэтому хочется, чтобы люди знали больше информации об этом. В Петропавловске начал работу частный реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями. Открыли его родители особенных ребят. Так центр действует уже больше месяца. Более 30 семей прошли курс терапии. С подробностями Тамерланд Любаев. Артему Бармотову 6 лет. Когда мальчику был год, ему диагностировали детский церебральный паралич. Родители без устали работают над улучшением состояния Артема. По словам Оксаны Бармотовой, в столичном реабилитационном центре семья была 5 лет назад. С тех пор их никуда не направляли. Ребёнку требовалась терапия, потому Оксана вместе с остальными мамочками приняла решение открыть данный центр. Большой промежуток времени мы пропустили, были без реабилитации. У нас появилась спустя месяц положительная динамика. То есть у нас опоры на рук у нас не было. На данный момент у нас есть. Опоры на ручки. То есть для нас это большие достижения. То есть 6,5 лет у нас этого не было. Сейчас, спустя месяц, благодаря специалистам, которых мы приглашаем, у нас появилась опора. Инициативные родители привлекают столичных специалистов, врачей лечебной физкультуры и логопедов. в зале занимаются ребята с нарушениями опорно-двигательного аппарата, синдромом дауна, спиной бифида и детским церебральным параличом. Стоимость занятия 4000 тенге. Все деньги идут на аренду, оплату услуг и покупку оборудования. К сожалению, на лечение по государственной квоте направляют лишь раз в год. Курс – две недели. Этого мало считают родители. Особенным детям нужна постоянная терапия. Мамам и папам приходится самостоятельно обеспечивать здоровое будущее своих чад. Тамерлан Любаев, Олег Костинов, Служба новостей. Быть ближе к народу. В Петропавловске первый заместитель начальника городского управления полиции Алибек Габдулин активно использует мессенджер WhatsApp для общения с населением. О том, как происходит общение в современном формате, вы узнаете из материала пресс-службы областного полицейского ведомства. За январь он принял семь звонков и 17 сообщений по линии местной полицейской службы. Основные темы нарушения правил дорожного движения и правил парковки, шум в ночное время. Один из водителей маршрутных автобусов стал постоянным гостем в чате. На остановках общественного транспорта он фиксирует нарушения правил дорожного движения, наледи на проезжей части, которые угрожают безопасности дорожного движения. Снимки отправляет заместителю начальника городского управления полиции, твердо зная, что проблема будет решена в кратчайшие сроки. По настоящее время действует рабочий телефон 708 432 4600. На этом номере у меня установлен рабочий WhatsApp, куда могут обратиться жители города Петропавловска и гости города Петропавловска, задать вопросы касающиеся компетенции полиции в общем, а также местной полицейской службы, административной полиции и батальона патрульной полиции. Это тот случай, когда дистанционное общение сближает. Люди активно пользуются мессенджерами и социальными сетями. Полиция осваивает современные способы коммуникации. Также более двух лет уже действует мой служебный инстаграм, где публикуются все материалы по работе административной полиции, местной полиции и службы, а также материалы по профилактике преступлений и правонарушений. В особенности на сегодняшний день это интернет-мошенничество. Сервисная модель работы полиции подразумевает три основных направления. Это профилактика правонарушений, обеспечение шаговой доступности и партнерские отношения с населением. Все они находятся в диапазоне задач участковых инспекторов. Поэтому связь с населением в онлайн-режиме становится для них нормой. Все участковые инспекторы завели аккаунты в социальной сети Инстаграм. В скором времени каждый будет доступен и ватсап. Готовится расклейка новых информационных листов с именами и контактами сотрудников службы УИП, где будут указаны и новые контакты онлайн-связи. Кирилл Потемкин при содействии областного департамента полиции. Творческую выставку студенческих работ под названием «Источник вдохновения» представили учащийся комплекс колледжа «Иску» специализированная школа-интернат для одаренных в искусстве детей имени Ермека Сертибаева в залах областного музея изобразительных искусств. Выставка из 33 живописных полотен представляет собой собрание лучших ученических работ за год обучения. София Баянди автор нескольких работ, но картина под названием «На учёбу» любимая. Ведь она немного автобиографична демонстрирует жизнь студента-художника. На этой работе я изобразила ночь, когда ещё студенты работают. Полная загруженная девушка, которая читает одновременно несёт подрамник, которая одновременно тянет на себе огромную папку, видит в автобусе стоя. Мне кажется, это я. Я изобразила собственную жизнь, автопортрет своей студенческой жизни. Этот натюрморт мы ставили вместе с преподавателем. Это у нас такая академическая работа, выполнена она маслом. Холст, как видите, очень большой, и на это очень было много затрачено времени. Мы это делали постепенно, слоем за слоем, лисеровали, старались до конца проработать, завершить начато. В экспозицию входят работы студентов вторых-четвёртых курсов, основной жанры натюрморт и пейзажи с видами достопримечательностей Петропавловска. По словам знатоков искусства, юные авторы ещё в поиске творческого пути, но их яркие работы насыщены эмоциями. Индуально-авторское видение мы хотели представить. Здесь, поскольку не учебная работа, представлено даже несколько постановок одинаковых, с одной терморной. А автор разный, соответственно, мы можем увидеть, как разные авторы видят, смотрят, понимают и отображают это. Познакомиться с экспозицией можно в течение месяца в областном музее изобразительных искусств. Наталья Аитова, Олег Косинов, Служба новостей. Зима – суровое время года для всех представителей фауны, для домашнего скота в частных подворьях заготавливают корма. Кислородом насыщают водоемы для жизни озерных обитателей. А вот животным в дикой природе найти еду под слоем снега не предоставляется возможным. На помощь приходит человек. Под кормку зверей ведут владельцы охотничьих хозяйств или представители местных исполнительных органов. Моралы одни из удивительных созданий природы относятся к подвиду благородных оленей. В дикой природе их встретить очень сложно из-за их пугливости. Но есть в нашей области место, где они чувствуют себя как дома и едят прямо из рук. В государственном учреждении Красный Бор обитает более тысячи косуль. Порядка трёхсот кабанов есть моралы. Для того, чтобы диким животным было легче добывать естественный корм, им пробивают проходы к кормовым площадкам. Пополняют кормушки несколько раз в день. Заготовлено 3000 сенов сена заготовлено 6000 где-то веников значит ну зерна мы купили 44 с половиной то есть тонны купили сейчас дополнительно покупаем еще 44 44 тонны вот сейчас деньги выделили нам за счет областного бюджета. Барсуки, зайцы, косули, лоси, моралы животные мир североказахстанской области очень богатый и невероятно красивый. По учетным данным прошлого года в регионе обитает более 500 особей лосян, моралы в количестве 1660, олень асканийский 51 особь, сибирская косуля 18 тысяч, кабан более 2000. На территории области имеется 47 охотничьих в годе и кормовые запасы готовятся заранее. Для подкормки диких животных заготавливается корма субъектами охотничьего хозяйства и местными исполнительными органами. Для подкормки в текущем году заготовлено веников около 530 тысяч, сено более 11 тысяч сантиметров и зерноотходов более 7 тысяч сантиметров. Данные корма будут выложены в зимний период в целях поддержки диких животных. Даже крупные олени моралы и лоси не в силах разбить ледяную корку на снегу, что уж говорить о нежных косулях. Из-за толстого снега они не могут добраться до травы. Берёзовые веники, сено и солому лесники заготовили ещё летом. Угощают их солью и мелом. Это спасает обитателей леса от голода и верной гибели. Наталья Итова, Ерлан Калиев, служба новостей. Коньки, лыжи, тёрлинг и биатлон. В Северном Казахстане стартовал зимний спортивный праздник «Север-2022». Участие принимают 13 районов и город Петропавловск. Так, на стадионе Карасай прошла гонка среди лучших конькобежцев региона. Подробности далее. На стадионе Карасай собрались спортсмены из 13 районов области. Все они профессиональные конькобежцы, которые не первый раз защищают честь родного края. Дистанция 500 и 1000 метров. Всего участие принимают 38 женщин и 40 мужчин. Каждый год проводится праздник севера зимой и окбедай летом. Такие соревнования я сижу впервые, принимая участие в качестве судьи. Достаточно интересно наблюдали за детскими соревнованиями всегда. Здесь принимают все взрослые ребята и девушки. Уже немножко по-другому чувствуется борьба. Валерий Колесник представляет район Махжана Жумабаева. Конькобежным спортом занимается 8 лет. Неоднократный призер чемпионатов и Кубка Казахстана. Мужчина работает тренером, готовит молодое поколение к соревнованиям. По словам Валерия, сегодняшний забег хорошая возможность помочь родному селу и показать достойный уровень конькобежцев области. Данное соревнование очень хороший стимул для ребят, которые живут в селах. Это шанс проявить себя, показать свои силы, возможно попасть в команду области и выступать на республиканских стартах. В принципе, уровень соревнований в этом году очень хороший. Много ребят переехало, которых я давно знаю, с которыми вместе занимались. Серьезные ребята. Также являются мастера спорта, мастера спорта международного класса есть. Сегодня конькобежцы выступали в индивидуальном забеге. Уже завтра спортсменам предстоит соревноваться в командной гонке. Тамерлан Любаев, Шернияс Иманов, Служба новостей. На этом наш выпуск подошел к концу. Всего доброго и до встречи в эфире.